Доброго времени суток! Александр Петрович, добрый день! Болельщики не поймут меня, если я не спрошу о сборной. Недавно команда сыграла с Испанией. Какие выводы вы сделали из этих матчей? Вывод один, что при соответствующей подготовке можно играть и с Испанией, и с Бразилией. И самое главное, я более чем уверен, что ребята сами поверили в это. Не просто на словах, а на деле. Да, было какое-то преимущество в Испании. Это, естественно, чемпион Европы. Но в целом, если взять по игре, то мы сыграли достаточно качественно, уверенно. И, опять же, один из самых главных итогов этих противостояний. То, что ребята поверили, что можно играть любым соперникам. Вот так, если вкратце. Антураж во время матча этих поразил? Ну, организация была очень приличная, так скажем. Полный зал, поддержка трибун. Хотелось бы, чтобы зритель еще больше поддерживал команду. Потому что считаю, что мы играли неплохо. И мы, ну, где-то, наверное, если бы трибуны еще погнали нас, где-то, когда мы вели при счете 2-0. Я больше чем уверен, что мы бы, ну, ну, это, конечно, сослагательное наклонение. Но я думаю, что мы бы не проиграли, если бы зритель, ну, сильнее нас поддерживал. Знаете, как, ну, полный зал. Ну, все-таки немножко, вот, нам чуть не хватает культуры боления, так скажем. Такого, ну, чтобы еще больше азиотаж, так скажем. Ну, да, когда команда там не заслуживает, играет, плохо играет, да, понятно, там, ну, насильно мил не будешь, да, там, ну, нет. А так, я считаю, в принципе, что мы неплохо играли, вели. И вот где-то вот все-таки мы дома играем. И вот еще хотелось бы, пользуясь, скажем, случаем, ну, не то, что попросить, но все-таки зрителей еще больше поддерживать. Если сборная действительно заслуживает своей игрой, то все-таки больше эмоций. Не хватает нам эмоций на трибунах еще где-то. Ну, это мне так показалось, опять же, не знаю. Ну, все-таки, ну, был в разных странах и все-таки свои сборные поддерживают очень прилично. Особенно, когда она выигрывает. От реалий сборных мы перейдем к реалиям нашим местным, днепровским. Вам, как тренеру национальной сборной, воспитаннику нашего местного днепровского, днепропетровского футбола, вот насколько вот обидно все-таки, что клуба нет на данный момент в экстралии. И, зная, как бы, конъюнктуру нашего мини-футбола, футзала, можете ли вы рассчитывать, что в ближайшее время, там через год-два, все-таки клуб экстралии будет в городе? Ну, да, конечно, хотелось бы иметь все-таки клуб экстралии в городе. Почему? Потому что все-таки должна быть какая-то вертикаль, пирамида с вершиной команды экстралии. И тогда бы и больше желаю всех, наверное, шло, потому что видели бы, ага, есть команда экстралии, есть какая-то перспектива, да, что тебя заметят, что ты, получится здесь зацепиться. Если ты еще более высокого уровня докажешь, ты можешь еще куда-то дальше пойти, так скажем. Поэтому больше перспектив для молодых и больше, естественно, возможностей, так скажем, у них проявить себя. Ну, сейчас есть информация, что в ближайшее время могут у нас появиться команды, может быть, не в экстралии, но для начала в первой там лие. Поэтому будем надеяться, что все-таки сдвинется с мертвой точки. Уже давно, как говорится, нет у нас команды именно в городе. Поэтому немножко сдвинется. Я больше, чем уверен, если пойдут подвижки, появятся команды, то и в экстралии пойдет ажиотаж. И я думаю, что, может, даже не одна больше команд захочет. Тем более, есть зал. Да, конечно, для зрителей он не очень новый, да, Олимпия плюс. Для зрителей все-таки хотелось бы, чтобы более, так скажем, удобно им было в плане обозрения смотреть. Да, потому что немножко атак для команд, в принципе, для играть там, ну, новые, все комфортные условия созданы. Ну и плюс я считаю, если немножко подремонтировать ДХТУ, да, то вполне можно и там принимать матчи экстралии. Совсем скоро, в конце марта, в Днепре пройдет турнир, финальный турнир Ассоциации Алматорского футзала. Вот вы, как тренер сборной, как просто былищик, вот с какими чувствами ожидаете этого соревнования? Ну, это, так скажем, одна из ступенек, да, футзала, украинского футзала, да, как мы уже говорили о какой-то пирамиде, какой-то вертикали. Да, и это, естественно, наверное, самая массовая такая ступенька, да, аматорский футзал, где собрано очень много команд со всех регионов страны. И как раз, как раз вот это, наверное, основной пласт, который будет и будет давать дальнейшую подпитку всех команд первой экстралиги, заканчивая сборной страны. Да, в сборную страны, естественно, тяжело пробиться с этого уровня, да, с аматорского футзала, потому что, может быть, и есть там игроки хорошего уровня, но нету, нету еще конкуренции той, да, нету еще этого. Но ступенька за ступенькой, постепенно, потихоньку, и оттуда выйдет молодежь и дальше будет продвигаться по этой вертикали. Вот, у кого есть желание, возможности, вот, поэтому мы с нетерпением ждем этот финал, вот, в городе, это для города, это такое событие интересное. Вот, я думаю, что будет очень много зрителей, будет, потому что, ну, мы видели, да, когда Екатеринаслав Хлеб играл в кубок, было много зрителей, поддерживали команду, даже те, которые, там, не болеют в чемпионате города, да, но в кубке видно было, зрители поддерживали команду, потому что, ну, все-таки для города это, ну, интересное событие. Поэтому ждем, надеемся, что организация будет на хорошем уровне, и будем болеть за интерес, в первую очередь за красивый футзал, за интересные матчи. Я считаю, что это должно стоять на первом месте, вот, будут интересные игры, будут интересные игроки, отсюда и дальше будет и развитие, и все остальное. Екатеринаслав Хлеб, ну, как минимум дошел до четверть финала, там впереди еще ответный матч, хотя, там, первый матч, так можно сказать, не очень хорошо для них закончился, но, все равно, команда дошла до четверть финала, но сколько это, вот, достижение для этой команды? Ну, это, это, это достижение, я так скажу, что они прошли эпицентр одесский, да, это команда непростая, это хорошая команда, они ее прошли, поэтому я считаю, что это для становления команды, есть информация, что они дальше хотят развиваться, дальше идти, это очень такой хороший шаг, они поиграли с хорошими командами, сколько они играют товарищеские турниры, даже с такими командами, все равно, где-то в подсознании, это товарищеская игра, а это, это игры, кубка, да, это игры, которые, через которые они сейчас пройдут, и это, для них это будет колоссальный опыт в дальнейшем, опять же, если они собираются дальше идти, вот, ну, где-то и с жеребьевкой, так скажем, ну, то, чтобы повезло, но не попадались им, да, команды экстралиги на этом этапе, ну, считаю, что для них это колоссальный опыт, в плане и как для игроков, так и для руководителей команды, они посмотрели, как организовывать матчи, как готовиться к ним, как, что хватает, чего не хватает, ну, то есть, это такой, очень большой опыт для команды, в целом, для клуба в целом. Вы говорили о структуре футзала в целом, и вот сейчас буквально на днях закончился турнир в памяти Алексея Ивановича Садовникова, у которого и вы, в частности, учились, и такие звезды мини-футбола, как братья Москалюки, то есть, опять же, если мы поговорим о детском мини-футболе и вспомним, как вы занимались, вот что у Алексея Ивановича, раз столько вот именно мини-футболистов вышло, вот у него какие-то специальные тренировки для этого были? Ну, Алексей Иванович подбирал таких, ну, футболистов, да, детей таких, которые, ну, с мячом любят работать, вот, и у нас много было очень техничных ребят, сейчас, не буду перечислять, но, действительно, я, ну, считаю, что вроде как неплохо с мячом работаю, но я в команде был не самый техничный, да, у нас были ребята намного техничнее, вот, ну, что-то получилось, что-то не получилось, но именно, мне кажется, что именно из-за этого, ну, много вышло, ну, из нашего, из нашего года, именно в мини-футбол заиграло, а так, ну, только могу добрыми словами вспомнить Алексея Ивановича, пусть земля ему будет ухом, и он умел работать и с детьми, так скажем, по-отечески относился к нам все время, никогда я не слышал, чтобы он кого-то оскорбил там, или кого-то, ну, каким-то грубым словом назвал, вот, поэтому для воспитания, формирования меня, как личности, он много сделал, вот, и, как говорится, хороший человек был. В целом, вот, сейчас проходит очень много соревнований по детскому именно футзалу, то, чего, в принципе, раньше, ну, если и было, то, наверное, крайне мало, сейчас целые чемпионаты по возрастам, дивизионы, вот, надеетесь, что, ну, через несколько лет это даст еще определенный толчок, и придут какие-то новые поколения пацанов именно в футзал? Ну, естественно, ну, на мой взгляд, другого пути просто не может быть, только через такие турниры, только через массовость, только чем больше мы будем привлекать с улицы детей, чтобы они уходили с улицы, приходили в спорт, футбол, футзал, неважно, волейбол, баскетбол, это неважно, главное, чтобы их больше, это для страны, ну, это для, это во всех, во всех отношениях, это только, мы должны не то, что, там, стремиться, мы должны все сделать для того, чтобы сделать это, чтобы, я не знаю, это на уровне государственных каких-то программ, мы должны забрать детей с улиц и должны привезти их во все эти секции, я больше чем уверен, что в футзал пойдет много детей, это интересный, динамичный, особенно для детей, я не знаю, я вот сам по себе просто, ну, не в том плане, что я там в футзал играю, но мы когда переходили в зал, мне намного больше нравилось, ну, играть в зале, чем на большом поле, потому что в зале больше контакта с мячом, ты больше играешь, более интересно, все-таки на большом поле, ну, резы, пока дождешься этот мяч, пока дождешься на мяч, поэтому в этом плане, потом, все равно потом из футзала будет переходить и в большой футбол, и больше чем уверен, таких примеров массово в мире можно привести, вот, поэтому надо, это надо делать, и надо проводить эти турниры, и надо, не знаю, агитацию, там, этим надо заниматься, и только так мы сможем не только поднять там футзал, но и в целом поднять имидж и уровень всей страны, потому что, ну, здоровый человек, это, прежде всего, это и здоровье всей страны, и это и образование, и так дальше, это, ну, все влечет за собой, если человек, с ребенок на улице, там, шатается, то это, ну, к хорошему, больше чем уверен, не приведет. Что ж, уважаемые любители футбола, на этом мы заканчиваем наше общение, спасибо большое, Александр Петрович, удачи вам в вашей работе, радуйте нас результатами, ну, а болельщики, я уверен, будут поддерживать вас и поддерживать. Спасибо, с вами был канал из ВДУ-ТВ, до свидания. До свидания.